Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами посмотрим свежевышедшую Ассасин Скрит Рога. Или Рогми. Я вообще большой фанат серии Ассасин Скрит. А тем более это можно сказать продолжение идеи Блэк Флэга. Так что давайте смотреть. Не знаю что тут будет, о чем вообще, без понятия абсолютно. Даже роликов не смотрю. Поэтому давайте познавать все, как говорится, своими глазами, ушами и мыслями. Юбисофт представляет. Не обращай свой клинок против невинных. Кредо. Прячься на виду. Никогда не подводи братство Ассасинов. Это основные догмы Кредо. Это правила, по которым я жил. Почему жил? Тогда я был молод. Начиналась семилетняя война. Если бы я только знал, что готовила мне судьба. Какую цену я заплачу. Меня зовут Шэй Патрик Кормак. Шэй Патрик Кормак. Вот как все было. Интересно. Так, сейчас хотя бы дров заготовим. Ох ты, ё-моё. А ты крут. Признай, я почти тебя достал. Почти это ничто, Шэй. Да и к тому же, это удача. Удача это миф. Лаем. А, так вот, почему ты вечно попадаешь в передряги. А скажи-ка, как ты из них выбираешься? Ну, знаешь, из огня да в поломя. Пора назад. Не очень у нас симпатичный герой. Прямо скажем, да? Быстрей. Похоже, у капитана и его команды неприятности. Селюка. Как странно. На встрече с контрабандистами. У капитана? И всё же, почему ты не можешь рассказать, зачем мы здесь? Шевалье считает, тебе не стоит знать. Думал, мы друзья, Лаем? Друзья. Но это другое. Так решили же. Ага. Это всё не так уж и просто. Что, не успеваешь, что ли? За тобой смотрю. Чтобы не споткнулся, не дай бог. Да-да-да, простите-простите. Не помню. После Юнити тут всё немножко по-другому. Ну, к тому же, сразу видно, что этот движок всё-таки Black Flag'а. Вижу корабль. Это карта сокровищ? Какая удача! Северная Атлантика. Северная Атлантика. Да-да-да! Всё по-прежнему всё так же, как и... Как и в Black Flag'е. Там тоже были карты. А вот здесь что? Меч викингов. Молодый. Шевалье не любит опознаний. Чёрт, да где эти недоумки? Да вот я вот. Это ты наш капитан, что ли? Какого чёрта? Где вас двоих носило? Мы охотились. Что случилось? На моих людей напали английские псы. О, капитан Жозе. Помнится мне, вы грозились перебить их одной левой. Капитан Луи, Жозеф Готье, Шевалье Далаверендри. Решил, что тренировки сделают из тебя настоящего ассасина? Осознаёшь, что это значит? На тебя возложено бремя великих древних традиций. Наставника должно слушаться беспрекословно. Иначе нам не освободить человечество. Красивые слова, Шевалье. Свобода не в этом. Но я не чувствую себя свободным. Зато останется в Дрее. Ах ты, мразь. Да хорош. Господа, хватит. У нас есть общий враг, и он, похоже, недалеко. Королевский флот напал на нас и вынудил моих людей бежать. Мы сели на мель, а контрабандистов, с которыми мы должны были встретиться, взяли в плен. Мы с Шеем освободим их, раненые на вас. Вот мои оружия. Пригодятся. Бери. Хорошо. Сабля и клинок. Ладно. Будь осторожнейший. Королевский флот будет ждать нас. Помни свои уроки. Свои уроки я помню. Я думаю, мы справимся. Проучим их как следует. У них нет ни шанса. Неплохо. Свои дружки, крыса. Отвечай по-хорошему. Тихо. Всем быть начеку. Они все еще где-то рядом. Ага, вот и он. Ковар, отбойте сюда. Давай, давай. Иди, проверь. Куда ты пошел, дурак? Тихо. Не надо нервничать. Может и убийство, но... Задай им жару. Пусть знают. Пусть их к дну. Подпалим им хвост. Давай, 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 давай. Тихо. Спокойно, пацаны. Вы ведь ничего не видели, да? Обожаю систему Assassin's Creed. Немудреный стелс. Люблю немудреный стелс. Немудреный стелс. Только со звуками что-то не то. Ну че, как дела? Бумал, нас точно повесят. Так, давайте заберем. Мне нравится, в принципе, нож и меч. Вот это да. Замечательная комбинация оружия. Какое-то дерево. Ладно, с этим всем я буду разбираться уже сам. А пока немножечко. А пока немножечко. Мориган. Пошел вон. Ах ты мразь. Бесит только то, что ихния атаки, то есть, мои атаки ихними, как бы, не сбиваются. Бесит, сука. Так, давайте освободим пацанов. Вас можно обыскивать? Да, все нормально. Блин, этот ассасин мне больше нравится, чем начало Black Flag'а. Однозначно больше. Давайте, пацаны, свобода. Ой, ёптвою мать. А вот это уже плохо. А нет, все хорошо. Все-таки мастера своего дела. Их я решил оставить вам. Трогательно. Возможно, от тебя все же есть польза шеи. Кстати, о пользе. Думаю, им этот корабль больше ни к чему. Таки да. Это куча дерьма. Если хочешь шеи, забирай. Я иду на свой корабль. Значит, у нас есть теперь корабль. Ты все слышал. Корабль твой шеи. Давай. Что рвал? Кое-кто из тех, кого ты спас, теперь с нами. Отнимя ему Морига. Не уверен насчет их капитана. Но ты второй опытный мореход в братстве после меня, шеи. К тому же, корабль не повредит. Даже такую багу. Мой корабль? Личный? Твоя личная лохань, да. А, слегка подкрасить, до пушки заменить. И будет вполне прилично для семи морей. Ля, как мне нравится эта штука, а? За дело, друг. Стрельба из пушинга. Ну да, я в принципе помню. Если все так же самое, как в Блэк Флэгер, то дело наше правое. Но на ходу. Называется Морриган. Морриган. Та самая глупая фея, погубившая Мерлина. Да, да, да. Именно она. Морриган древняя богиня. Королева войны и тьмы. Она собирала души павших воинов. Идеально. Боже. Корабль. А боевых пушек что, нету, что ли? Они же потопят его. Настало время, Морриган, капитан Шей. Команда к бою готовься. Стави. Разъебать. Покажи им шею. Разъебать. Что у приказаний? Нагитовы. Убавляй. От ветра. Блин. И зиму разнесут в клочья. Действуй шею. Подожди. Блин. Отдать мы селя и бомбрам селя. Легкая добыча. Огонь. Смотрите, а лоха не вправду ничего. Надо проверить, что стало с кречетом. Плыть далеко. Надо чинить корабль. Слышали, друзья? Шевалье нами доволен. Отдать марселя... Это было круто. Это было динамично. Это было весело. Тем более руки помнят, как воевать. Ох, это песня. И куда же мы держим курс, Шей? Пора поговорить с учителем. Не находишь? Как мудро, капитан. Как мудро. Я согласен. Давайте поговорим с учителем. Нихера себе трехлинейный корабль. Ассасинскрид Рогви. Добро пожаловать, дорогие друзья. Что ты там натворил? О, какой акцент ужасный. Это какой-то спящий вирус? Черт. Держись, я тебя вытащу. Давай. Тащи меня. Извини, что так грубо. Наушник в порядке? Так. Ты был в анимусе. Анимус. Ясно? Я понял. Спасибо. Чтобы получить доступ к генетической памяти Шея Кормака с помощью Хеликс. Ты работаешь в Абстерго Интертеймент. Ну? Хоть что-нибудь вспоминаешь? Твоя сессия что-то испортила. А теперь в здании бардак. Я сессия. Нам нужен твой босс. Ты упоротая, что ли? Ты ведь помнишь своего босса? Мелани Лэмэй. Ту, что с синдромом отличницы. Мелани? Да, помню. Это коммуникатор. Чтобы не заблудиться. А теперь нам пора. Или вы перестроили? Так. Иди за мной. Скорей. Фаркрай 3. Вся эта паника из-за тебя. Реклама. Если вдруг интересно. Марусяш Феникс. Это неучебная тревога. Ну, давайте же. Так же, как на учебных эвакуациях. Все будет хорошо, ребята. Привет, детка. В чем дело, черт возьми? В файле Шейкорумок находилась ловушка. Какой-то вирус. Твоя работа не допускать такого. Нужно сдержать эти воспоминания. Потом уничтожим. Нет. Изолируем. Я собираюсь их изучить. Но... Простите, мисс Лэмэй. Это не обсуждается. Вы слышали? Что ж, мне будет нужен ваш болванчик. Вы не против, мисс Лэмэй? Привет. Не удивляйся, но ты будешь работать на... Людей, которых мы наняли, чтобы, ну... Усилить защиту. Мистер Отсберг и мисс Вайли Дакоста. Просто Вайлид. Проверю, как сотрудники, и разберусь с прессой. Делай то, что они скажут, ладно? Вперед! Да иди уже, блядь. Новый пост, да? Это, конечно, не твоя вина, но... Все-таки вирус выпустил ты. Так что поможешь устранить последствия. Мистер Берг хочет исследовать воспоминания Шея. Но доступ к ним есть только из Хеликс. А он вырублен. Придется ребутнуть сервера в подвале. Ну и чё, это проблема? Блин, этот вирус создал долбанный гений. Не только перегрыл доступ к облаку, Ну и угробил все системы, которые отвечают за работу здания. Я, кажется, знаю, кто это сделал. Похоже, лифты не работают. Мы тут застряли? Черт, да. Пытаюсь вызвать рабочих. На этом этаже есть один сервер. Придется заняться им. Ну да. Аген Дакоста, я жду постоянных отчетов о работе с памятью Шея. Но он обычный человек, как я поняла. Если мои догадки по поводу Шея Кормака верны, то его прошлое может открыть нам неожиданные возможности. Идите в серверную на этом этаже. Хватит говорить у меня в голове, твою мать. Ну вот, я пришел, и что? Мигает, мигает. Все нормально. Господи, ясусе. Да. Если сделать все как следует, система перезагрузится. Понял? Попробуй. Супер. Это было не так сложно. А вот запуск остальных устройств во всем здании займет больше времени. Просто крутой хаткин. Ассасины утверждают, что Аль-Муалим был великим наставником, разращенным жадностью, вступившим в сговор с темплиерами, чтобы захватить яблоко Эдема. Это не так. Я вижу в нем умного и хитрого лидера. Используя своего лучшего ассасина, Аль-Таира Ибн-Ла-Ахада, он уничтожил сообщников, чтобы с помощью яблока принудить планету к миру. Аль-Муалим абсолютно точно не являлся членом Ордена. Но его видение мира было значительно ближе философии тамплиеров, чем ассасинов. Да, я согласен. В прошлом оба лагеря хотели одного – мира, но их способы достижения цели различались. Если бы Аль-Таир не убил Аль-Муалима, позволив тому осуществить свой план, возможно, мы жили бы мирно. Лишь когда Аль-Таир реформировал братство в соответствии с идеалами свободной воли, конфликт распространился на весь мир. Раз даже мудрец с горы сумел посмотреть на мир с нашей точки зрения, что уж говорить о других ассасинах. Вот почему Аль-Таир стал ключом. Ясно, хорошо, я понял. Валим отсюда. Сомневаюсь, что ты должен был это видеть. Слушай... Ну и отъебись. Ты разбудешься к своему анимусу. Когда сервера поднимутся, ты в принципе можешь восстановить рабочие станции, если хочешь помочь. А можешь, допустим, поискать разные полезные устройства. Но тут сноровка нужна. Слушай, один сотрудник оставил свой коммуникатор рядом с лифтом. Если увидишь там похожий девайс, занеси его. Может, это что-то прояснит. Ты разблокировал память шея Кормака. И сейчас мы на пороге большого открытия. Должно быть, у тебя много вопросов о работе. И обо мне. Пока скажу лишь... Завались. Я нашел еще пару. Хейтем Кенуэй остается противоречивой фигурой. Я его уважаю. Он был великим магистром колониальной ложи. И руководил поисками святынь-предтеч. Да... Хейтем был хитрым и жестоким. Но в нем была эмоциональная слабина, которая изгубила его. В детстве он потерял отца, а великий магистр Реджинальд Берч вырастил из него рыцаря-тамплиера. Однажды Хейтем узнал, что его отец Эдвард был ассасином. Тот факт, что он предпочел остаться тамплиером, а не пойти по стопам своего отца, говорит мне, что он был на правильном пути. Но когда Хейтем узнал, что Берч был одним из убийц его отца, он вместе с сестрой убил его из мести. И это было началом его гибели. Тамплиеры никогда не убивают под влиянием чувств. Когда он узнал, что его сын Коннор – ассасин, работающий против него в колониях, его эмоции не дали ему нанести удар. Жаль, Коннор не проявил к нему такой жалости. Да, он был убит собственным сыном. Добро пожаловать в безжалостный мир. Что ответы в истории Шея? Просто так этого не объяснишь. Это мой анимус. Что ж, я хочу увидеть наставника ассасинов. В это же время. Поместье Коннора. Ахиллеса, Адывале. Что за дело? Нью-Йорк. Хорошо. Болтайте, ребятки, болтайте. Это полезная информация, на самом деле. Очень. Лаем, я видел сегодня. Искал тебя. Здорово. Тебя там, госпожа Хоп, обыскалась. Меня? Меня обыскалась. Так, ладно, давайте тренироваться. Какого беса? Я так понял. Жаль, у мальчишки определенно есть талант. События этой части развиваются до событий Ассасинскрит-3. Ладно. Ладно. До Карибского кризиса. Что нужно делать? Умно. До восстания пиратов на Нассау. Ладно, погнали. Так, что у нас сегодня? Стрелять будем. Вот. Возьми их. Это твои? Хех. Так у тебя появится хоть какой-то шанс. Давай. А чё, стрелять? Куда стрелять? Давай. Учи меня. Учи меня, а то я нихера не... Вот цели. Бам. Пусть не спеши, но и не тяни, дел у нас полно. Патроны. Стою на месте, любой попадет. Попробуй стрелять на бегу. Давай. Быстрее. Перезаряжай, перезаряжай. Всё? Быстро перезаряжает. Время выходит. Да всё в порядке. Молодецший. Так держать. Время не валом, на самом деле. Чё, горячиться-то? Ты молодецший. И плюнь на насмешки. Все желают тебе только добра. Какие нахер насмешки? Кто мне чё? Кто мне чё скажет? Неужели ты вовремя? Разве я могу заставлять даму ждать? Я не дама. Не забывайся. Я учитель. И твой шанс. В чём-то я с тобой согласен. Чем займёмся? Узнаем сотню способов убить. Вы двое! Что ворон считаем? Следите за шеем! Чё, драться со мной будет? Можешь сделать это незаметно? Незаметно? Наверное, да. Ой. Таёп-то, чё ты делаешь? Шея, самое главное, затаиться. Умей выжидать, и всё получится. Господи, блядь, Иисусе. А ты и молодец, Шей. Я думаю, с этими сраными кустами у меня возникнут проблемы. Я вижу, вон он! Так, убейте цель сверху. Ну, это, по-моему, лучшая цель, как раз для такого убийства. Если атаковать из-за угла, враг ничего не заподозрит. У нас, судя по всему, нет. Игра думает по-другому. Наверх. Что это там? Заберись как можно выше. Атака с воздуха самая эффективная. Эх. Как бы мне добраться до пацана? Заберись как можно выше. Атака с воздуха самая эффективная. Ладно, ладно. Эй-эй-эй. Что ты как пуся, но... Да, механика страдает. Пошел нахер. Нет тут никого. О, вижу. А вот и цель для убийства сверху. Замечательно. Бесишь ты меня? Дырка. Реально бесишь. Ну ладно. Пойдемте дальше. Еще у нас одно из питания у меня есть, да? Шей, идем. Будем учиться выживать в дикой природе. Думаю, до сих пор я неплохо справлялся. Возможно. Но мне есть чему еще тебя научить. Да. Я согласен, пойдем. Ай, я не знаю. Пора на охоту. Сосредоточься, чтобы найти добычу. Вроде нашел, да? Не убивай напрасно. Используй дары природы с умом. Да, теперь используй то, что ты смог добыть. Искейт, меню создания. Кобура. Так, чё тут имеется-то? Броня. Шин Бяо тоже. Помню эти ножи на верёвке. Дротики, то есть будет плевальная эта палка. Духовая трубка. Плевальная палка, чё это я? Костюмки до боя. Ну, в принципе, всё как в том же Black Flag, только сюжет другой. Держи пистолеты под рукой. Ахиллесу есть что тебе показать. Ахиллесу? Ну да. Тогда вернёмся к Ахиллесу. Пройдёт какое-то время, и тут будет учиться Конор. Как видите, поместье ещё не очень потрёпан. Нет, мне туда не надо. Шей, говорят, ты стал отличным стрелком. Молодой Ахиллес. Щедрый подарок. Спасибо, наставник. Мой корабль ждёт Ахиллес. Народ Гаити будет благодарен тебе за этот груз. Надеюсь, ты вернёшь пропажу. То есть? Тамплиеры украли артефакты. Манускрипт древнего знания и шкатулку, что поможет прочитать его. Следы похитителей ведут сюда, но дальше искать придётся тебе, друг. Прощай, Адывали. Адывали. Тот самый Адывали или нет? Тот, кто владеет артефактами, может попасть в святыни Предтечь. Не вернём их? Опасность грозит всем. Да размотаем, чё ты паришься. Ну простите. Сраные кусты помешали. Зайдите на корабль. Нахера себе. На ёлку-то зачем сбегал? На ёлку-то зачем сбегал? Куда? Куда ведёт след тамплиеров? Лаем. Чтобы ты отдался на волю случая? Не ёрничай. Поле боя выбираем мы. И где, как ни в море, мы сильны. А ты прав. Что ж, в путь. Да. Жалко, конечно, что корабль у нас опять ланяшный. Но ладно, надеюсь всё так, как в Блэк Флэге. А не так, как в Третьем Криде. Разнообразие. Всё дело просто в разнообразии. Наполни каждый дюйм. Наполни каждый дюйм. Только одна зацепка. Надеюсь, она приблизит нас к артефактам. Так Ахиллес поручил это тебе? Нет. Поручил поручить тебе. Найти то, что украли Макандаляшей. Тебе нужно вернуть шкатулку предтечий манускрипт. Твоё задание. А твоё задание? Присматривать. Ахиллес мне не доверяет, так ведь? Это покашей. Сделай это для всех нас и увидишь, как всё изменится. А что там Ахиллес пишет? Он постоянно сидит у себя, уткнувшись в бумаги. Записывает, подсчитывает. Собирает данные о частицах Эдема. Пишет письма нашим братьям на других континентах. Ну да. Плайм, ты вообще осознаёшь, что очень немногие знают столько же, сколько ты? Я не виноват, что Ахиллес меня знакомится с осинами в Европе и в других частях света. Как своего любимого сына? У него только один сын, Коннор. Коннор? Значит, как наследника. Коннору отойдёт дом, а тебе звание. А нет, значит во время. Как скажешь, принц Реген, братство ассасинов. Принц Реген. Принц Реген. За борт выкину. Хе-хе-хе. Да ладно. Хе-хе. На. Не потоплю. Поднимай и уходим. Ну понятно, бомб-то у меня нет. Поднять паруса, уйти с линии тарана. Заворачивай. Спустить бромселя и бомб-бромселя. Пли! Брать бромселя. Бли с селя отдать. Вперед. Берегись. Тарабан. Опустить головы. Залп. Уйти с линии. Убавить паруса. От бури. Пли. Промселя убрать. Готовы. Столкновение. Держитесь. Нас попали, сэр. Пли. Бою готов, сэр. Пли. Они приближаются. Пли. Держись. Они близко. Пли. Разорвать чёртовых ублюдков. Лёгкая добыча. Вы морские волки, мать вашу. Они псы подзаборные. Драться до последнего. Огонь. Нагитовы. Нагитовы. Огонь. Столкновение. Мы разобьёмся. Мы покажем. Залп. Да. Держись. Пли. 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 Польный огонь. Чёрт. Промахнулись. Ладно, всё будет хорошо. Огонь. Да. Приготовиться. Не дай им нас протаранить. Залп. Паля, сэр. Ааа. Мимо. Остановись. Утопить, ёбаную хрень. Только скажите как. Пли. Держись. С кораблём. Доложи. Трави. Трави. Будьте готовы. Огонь. Эй, Кэп. Шквальный огонь. Конец тебе. Бли. Бли. Корабль не выдержит. Долго не протерим шею. А нам и не нужно долго. Их бы подотор. Их бы подотор. Ну что, сучки? Ох, как же славно, как же славно снова вступить в морской поединок. Почини, пожалуйста, Морриган, потому что после боя с Бриггом мало что осталось, но мы подняли нормально ресурсов. Ой, хорошо. Спустите все, кроме гротов. Рифы на гротах. Поднять бронселя. Все паруса. Все паруса отдать. Давайте небольшой поворот. Вроде это груз, сэр. Так, а что там, как там карту включать-то? Ну, давайте посмотрим, что тут по улучшению Морригана. Корпус. Портовые орудия. Продолжайте кампанию, но в принципе... Ой-ой-ой. Так, для каких-то ловли все есть. Ну, блин, кое-что добавилось. Ого. Таранта угрожающий. А внешний вид? Белые паруса. Вместе с королевой Анной. Паруса Аквиллы. Носовая фигура. Волк. Офигенно. Череп. Сокол. Ну, тут не сокол, это галка, по-моему. Кракен. А, нет, вот галка. Черная борода. Авелин. Аквилла. Да, круто. На самом деле, большие наборы. Так, ну ладно, поплыли где-то приблизительно в ту сторону. Корабль... Очень и очень неплохо. Мне нравится. Я думаю, лучше не стоит нарываться на... ШУТЬ! Это ШТОРМ. Бля, хам. Канат не выдержит! Да, все будет хорошо. Крепите его! Не пиздеть. Все будет нормально. Давайте. Песню запивай и вперед. Нам не так далеко осталось. Что ж, дорогие друзья, я могу только... СТОЯТЬ! РИФИТЬ ВСЕМ АРСЕЛЯ! Ебаем. Ореям! Отдать бомбрам селя! Я вот тот кораблик хочу на абордаж взять. Кажется, корабль пуст. Меньше ход! Пошли в шопу! Убавить парусов! Зарезано! ОГОЙ! Ситуация становится опасной. ДУМ приказаний! Я не вижу нихера из-за этого дыма. РИФИТЬ ВСЕМ АРСЕЛЯ! ПЛИ! Гроты по ветру! ПЛИ! Че там такое? Черт, пыш сбился! ПЛИ! ПЛОХИ ДЕЛА, КЭП! А все порядок. Осторожнейший! Залп! РАЖЕСКИЙ КАРЭЛЬ! У нас гробойно! Я вижу! ПОВРЕЗГЕЛИ! Да, дело дрянь. Ладно, уходим отсюда. ПЛИ! ПЛИ! Шторвал, КЭП! Мы разобьемся! ОГОЙ! ПОТОПИТЬ ЭТУ СРАНЫЕ УКЕРЛЮ! РАЖЕСКИЙ КАРМОМ ДЛЯ РЫБ! ГОТОВЫ! ПРИГОТОВИТЬСЯ! ДАВАЙ, 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 ДАВАЙ! Мы уйдем! Мы сможем, пацаны! Уйти с линии огня! ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ! Нет, не получилось. Ну вот, собственно, и закончилось мое плавание. Меня потопили сраные шлюпы. Да, без пушек, без крепкости, самого кораблика очень очень плохо. Только одна зацепка. Надеюсь, она приближит нас к артефактам. Так, Ахиллес поручил это тебе? Нет. Поручил поручить тебе. Найти то, что украли у Макандаляшей. Тебе нужно вернуть шкатулку предтечий манускрипт. Твое задание. А твое задание? Присматривать. Ахиллес мне не доверяет, так ведь? Это покажей. Сделай это для всех нас, и увидишь, как все изменится. Лайм, а что там Ахиллес пишет? Он постоянно сидит у себя, уткнувшись в бумаге. Записывает, подсчитывает. Собирает данные о частицах Эдема. Пишет письма нашим братьям на других континентах. Ну да. Лайм, ты вообще осознаешь, что очень немногие знают столько же, сколько ты? Я не виноват, что Ахиллес мне не ознакомится с Асинами в Европе и в других частях света. Как своего любимого сына? У него только один сын. Конор. Значит, как наследника. Конору отойдет дом, а тебе звание. Увидим. Как скажешь. Принц Реген, братство Ассасинов. Еще раз так назовешь, за борт выкину. Паркуйся. Бросить якорь. Самое время сойти на берег. Ну что скажешь, товарищ? У тебя что-то поменялось в ассортименте или нет? Порт Лоджой. Поверьте, во Франции на лобстеров огромный спрос. Фанат лобстеров. Вот и наш огородник вернулся. Какого хера ты меня так обозвал? Нашелся след любопытного манускрипта. Прочтете? Удивлюсь. Никто не может его прочесть, недоумок. Потому тамплиеры столько с ним возятся. Но наш союзник сумел их выследить. Пират? Шпион, но работает с ними. Мы плывем на антикости. Заодно посмотрим, как переживет это плавание твоя лохань. А насколько надежны эти пираты? Они мне как братья шеи. Когда придет время, они помогут нам победить тамплиеров. Вот бы англичане поняли, что именно тамплиеры управляют этим. А что, тамплиеры и в самом деле управляют колониями? Не совсем. Но их влияние весьма велико. А что, шпион, как его? Охотник не твоя забота. Он верен нашему братству. У него есть друзья как в французском, так и в английском флоте. И он знает о том, что происходит на просторах Атлантики лучше, чем все мы. Лайм, а расскажи мне про Адывали. Ты ведь так им восхищаешься? Да. Как-то мне выпало честь с ним работать. Мало кто так же предан нашей идее. Но это не все. Адывали стал легендой еще до прихода в братство. Он был пиратом. Грозой в Эст-Инди. Хватился даже с черной бородой. Бутсом Роджерсом и Каликаджеком. Каликаджеком. Ни хера себе. А кто это? Книги почитаешь что ли? Хе-хе. Но эти события явно произошли после... Ммм... Событий... Блэкфлэга. Подзорная труба. Какой кнопкой? Понял. Там какая-то херня под названием неуловивый. Мне аж страшно стало. Капитан, английский корабль. Ему туго пришлось. Что ж, отлично. Пожалуй, самое время пустить его ко дну. Предлагаю не спешить. Там королевский груз. Посмотри в трубу и сам все увидишь. Не плохо. Ну что ж, думаю, мы облегчим кошелек короля Георга. И учти, нескольких попаданий достаточно. Если что, пойдет на дно вместе с экипажем. И грузом. Возьмем на абордаж раньше, чем команда поймет, в чем дело. Он один, сэр! Огонь! Все долой! Этот скоряк нас зацепил! Огонь! Столкновение! Не зацепи их снаряды! Поворот! С кораблем доложить! Блин! Все паруса отдай! Обросок и трейк ветру! Блин! Это я знаю. Время пришло на абордаж! Покажи им, капитан! Капитан, не стреляй! Так мы его подвозим! За Морриган! За Морриган! Ах, ты скотина! я думал ты умер а вы активные пацаны но как ассасин он довольно неплох мне нравится и техника боя просто и красиво чинить или в жопу 700 монет или все-таки починить давайте 750 монет море в этих местах опасная капитан я бы посоветовал укрепить мориган потолку из капитана ближайшего порта сможем купить что-нибудь полезно не знал что на гаити есть кто-то из братства есть их наставник франсуа маканда многие мороны стали его учениками это сбежавшие рабы и их дети да да как послесь от ужасной участи на погибли в это было вообще но гаити французская колония я не видел откуда они взялись ассасины служат королю а на гаити французы держат в рабстве тех кого освобождает братство ассасины действует вне границ государств отвечая не видел анти гости уже близко держите курс капитан да не хочу я смотреть на вашу территорию нам точно сюда тоже только рыбаки до их сети да персе полным полно рыбаков но и для нас кое-что найдется сначала тут рыбачили французы на георг все пытается их потеснить а местным деться некуда а лады давайте улучшать свою замечательную ласточку по имени мориган да 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 спасибо спасибо большое что задумали капитан купить улучшение корпус да портовые больше портовых 5 тысяч скок скок 5 тысяч долларов ладно ну то есть пока в принципе все закрыто но улучшился шумов так продолжайте кампанию да спасибо большое а чё я могу продать да держи кастомаху я не знаю зачем я ее с собой у меня есть табак да конечно забирай за 7 косых то дерево оставим для восстановления зданий необходим для улучшения мориган для улучшения мориган ладно у меня есть 8 косых да это я не могу улучшать потому что мне еще ничего не открыто а не потому что мне не хватает денег все нормально ну я вам так скажу дорогие друзья это не обычное дело новой игрой потому что это все таки assassin's creed black flag пускай и с новым сюжетом давайте посмотрим что за что стрелять наверх так я понял тут какие то товарищи вообще ух ты ёх твою мать а а и она мать а он а да не 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 восстанавливайся восстанавливайся все будет хорошо а не а этого пацана пожалуйста по крамсай сеть сайм а а а м married а знаете я пожалуй доберусь к этим товарищами и надо очистить шорт Ну что за дела? Как это взять и не очистить форт? Что за глупости, да? То есть в этом вся суть Assassin's Creed. Assassin's Creed был таким всегда. Падай, товарищ. Не упал. Ну и хорошо. Меньше проблем. В кораблике даже ходят. Здорово. В легфлаге, по-моему, этого не было. Ещё одна смотровая точка. Иди-ка сюда. Не достаёт до пацана. Ну и хрен бы с ним. Иди посмотри. Хорошо. Молодец. Делаешь свою работу. Иди. Да я, в принципе, не это хотел делать. Вали отсюда, нахер. Этот инсекция вверх. Иди-ка сюда. Кто там материт? Кто там материт? Кто там материт? Кто там материт? Это не то, что я пришел к новому миру. Я не здесь. Ты никогда не видел меня. Каких ещё заложили-то? А, это мне куда-то туда? Да не-не-не. А кого мне бояться? Не знаю, чтоб я без вас сделал, добрый господин. Да какой есть. Я сказал бы, чтоб прям добрый-добрый. Ну ладно. Давайте разблочим таверну. Чему бы и нет, собственно. Люблю я ассасинской. Кто это, дамди-прац? Пися! А вы получите свои русские, брат. Мадам. Мадам. Давай подеремся. Мудачок. Иди-ди-ди-ди. Хdat стихи. Держи его вверх! О, хорошо! Держи его вверх! Да, хорошо! Держи ему еще! Такой деплоративный кандид! До свидания, пацаны! Не ваш это бой! А мне нравится! Вы игроки, так ведь! Ладно, уходим отсюда, давайте заглянем еще в магазин, посмотрим, что там за оружие продают линча. На этом будем стопить... Мое этакое... Ого! Как ты можешь ни хера себе, я даже не знал, что ты так можешь. А... Вай тут закрыта. Почему? Мне это не нравится. Эх... Ну ладно. Нам надо вернуть песню. Да блин! Не-не-не-не-не, песня, стой! ну какого хрена не получилось ладно что ж дорогие друзья это случайно не форт никакой я чё-то так думаю что вот это вот имеет какой-то военное применение что ли нет то есть я просто так убил тут пацанов они не отсвечивали ну ладно я не то что был против этого всегда приятно убить пару негодных давайте раньше сокровища крошечки люблю коллектор босс не всегда их люблю но люблю а это все тоже непонятно отправляйтесь форт на острове замечать а так что надо вернуться на курс капитан точно охотник уже ждет нас море в этих местах опасная капитан но за морриган я бы не беспокоился таки да морриган стала покрепче значительно покрепче я очень не видел чё там осторожно шейф в этих водах полного курса враг они топят рыбачьи лодки думают кто-то посмел нарушить их границы эти трусы поплатятся и кстати говоря они мешают нам продолжить путь на антикости да что скажете может потопим их всех да говно вопрос с тобой шей и не такое бывает так ладно тут надо все как-то держись по умному делать плип разлетелся пустит паруса по ветру мы можем взять их на абордаж Только скажите, как... Никакого абордажа, ко дну. Бомб Рамселя и бомб Рамселя! Залп! Попал! Бли! Убавляй! От ветра! Поймать ветер! Ловим ветер! Продолжим путь. Вот-вот мы ступим на берег Антикостя. А ваш друг-шпион уже ждет нас? Надо было довольно просто. Ладно. Надеюсь, охотнику есть, что рассказать про манускрипт. А может, он уже вообще выяснил все, что надо? А может, я император Рима? А вы Цезарь! Да, а вы Цезарь. А ты че из него? Соленый воздух. Чистое небо. Думаю, только в море. Человек может быть свободен. Пойду позываю. Ну, скажешь, Лайм. Я думаю, Лайм скажет именно то, что ты хочешь услышать, потому что он славный человек. И он, я думаю, полностью верит в дело ассасинов. А ну, брысь отсюда. Хорошо, возвращаемся. Хорошо, возвращаемся. Лайм. Нет, конечно. Это убийцы, которые хотят получить как можно больше власти. Не забывай. Можно подумать, что мы намного лучше. Вот с этим парнем я бы поговорил. И на абордаж. Иди нахер. Спустить бромселя и бомбромселя. Агитовый. Леселя отдать. Вперед. Нет, никаких. Паруса отдать. Образок. Петербург. Сторожен. Шутки ветерка. Спустить паруса. Ловим ветер. Давай, 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 давай. Это наш. Наш кораблик. Чтоб каждый парус наполнился ветром. Томски мерзко, Кэм. Спустить бомбромселя и марселя. Ланды еще натянуты. Законопать получше. Меньше ход. Убавь парусов. Столкновение. Свободу гротам. Трави нагитовые. Ветер крепнет, Шай. Огонь. Огонь. Жду приказаний. Узапить их нахрен. Какие еще тут приказания? Отдать гроб. Отдать все. Вперед. Вы сбился. Как будто небеса развертлись. Убавить леселя. Парус обледенел. Может треснуть. Парус обледенел. Нихера себе. Поворачивай. Нам приблизительно в ту сторону. А, так мы уже почти прибыли к большому порту. Тогда все нормально. Там заодно и починимся. А, уже и чиниться. Все, тогда мы поедем. Наконец-то. И антикости. Антикости. Охотник ждет там. Надеюсь, он знает, где искать манускрипт. Да, надеюсь. Ну что ж, дорогие друзья. По-моему, это замечательная игра. Которая является прямым продолжением Black Flag'а. Ну, то есть другой герой, другие события. И больше про Орден, я думаю. Еще паруса отдать. Это такие типичные ассасины, которые мы его знаем. Уже недалеко. Убавить парусов. Шмартуйся шей. Вот мы и на антикости. А крутость вся в том, что сохранились самые четкие элементы. Да, пускай тут не будет того самого духа пиратства. Ее хохо и бутылки рому. Но я думаю, свой беспредел мы возьмем с собой. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Я думаю, вы успели оценить эту хорошую игру. Которую нельзя назвать прямо новой частью. Но можно сказать, что это добротное продолжение серии. Пускай на том же движке. Но это новый сюжет. Опознавать сюжет Assassin's Creed довольно интересно. Я не знаю, сколько просят денег за эту игрушку. Но я ее скачал. И мне все нравится. И пока я хочу ее купить. Поэтому. Кстати, оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. По причине того, что. Пока что я очень хочу пройти эту игру для канала. Но. Все будет зависеть от вашего мнения. От того, чего вы захотите. И о своем мнении вы напишите в комментариях. И я ее пройду для себя по-любому. И посвящу для нее не одну неделю. Всем спасибо, дорогие друзья. Всем пока. До новых видео.